Доброе утро! Усталость прошла, впечатления остались. Все да, значит все да. Но я думаю, что настроение в любом случае сегодня будет такое же прекрасное, как и вчера. Но сразу хочу сказать, сегодня так много ходить не будем, так много ездить не будем. Но зато будем очень много любоваться, восхищаться этими необыкновенными средневековыми городами, которые прекрасно сохранились по настоящее время. И план нашей сегодняшней экскурсии следующий. Значит мы с вами едем на самый большой полуостров Хорватии, в западную часть Хорватии. Полуостров, который называется Истра или Истринский. По причине того, что первые племена, которые здесь выселяются 2000 лет на нашей эре, это племена элиров, едиографийские племена элиров, назвались Хисты. Для начала мы с вами посетим городок Борич. После нашей небольшой экскурсии по городу, потому что городок очень маленький. И дойдем до комплекса Базилика, построенный в Вельскопом Боричке, в Евразии, в VI веке, на основании церкви Сятого Мавра. В основном используем этот период Ленинсанской республики. Это крылатый лес, очень симпатичный, федрявый длинный волос, содержит открытую книгу, что означает добро пожаловать, мир, добро пожаловать. Единственное город Шорватия, это город Макавон, где крылатый лес уже обрешен в закрытой книге. Закрытая книга означает не совсем, да, недружелюбность, да, и не радость. А здесь и в Корич, и вровенье крылатый лес уже обрешен в открытой книге. Обратите, да, сейчас в этой крепости открытый рестанчик на элировку, но из-за того, что в Базилике вы можете подняться на колокольную, поэтому здесь в порядке подниматься, подниматься в колокольную, в основном, где и голубая зерна на горь. Затем, обратите внимание, везде, это будет объединяться тогда еще везде, в среду и в любых городах, существует правило горизонтальной сигнализации. Что ему означает? Когда учительница приехала в город и каждое утро опаздывала, потому что куда бы ни пошла, она попадала в туфлю. Что говорит это правило горизонтальной сигнализации? Если есть каёмочка с левой, с правой стороны, и центральная часть камня выложена в одном направлении, и есть каёмка, это главная улица. И эта главная улица нас приведёт на главную площадь в любом городе. Вот это в Коричи, в Ровине, на острове, в любом городе. Если этой каёмки нет, значит мы просто попадаем в чьи-то каёмки. Мы никогда в Коричи почувствуем, что сегодня готовят на объект. В Ровине обязательно попадём в чьи-то галерею, ателье, потому что там город сплачёт ателье и галерею. Здесь очень много ювелирных магазинов, а в Коричи на торговые лавочки, в далеку лучший ход. Понятно, на главной улице не имеют права выставлять кондиционеры, вот эти наружные комнаты. Это, если можно, сделать только в дворе. Потому что здесь, в Ровине, на улице, пособие в Каёмки, на улице, там попадают кондиционеры. А, как правило, сейчас отопление, на побережье, в городах, это кондиционер. Кондиционеры или газ. Газ проведён, поэтому мы не можем отопить. При этом, что старые бабушки, где-то, что не любят печеньки или нет. А так, в основном, можно все кондиционеры и газ. И пройдём до этой базики. Потому что в Хорватии, я не знаю, в Абадии, много бездомных кофе? Нет, мы же не обидели. Везде, около мусора. Сейчас, ты, да, прекрасно сохранить. Получится, на каждом этаже одна комнатка, да? У нас сейчас ноги убрали потолки, поэтому... Там все серые, на верхом севере. Да нет, сейчас, когда будем проходить там, где продаются кружевные изделия, у них всегда двери открыт. Он построен епископом Поречкин в VI веке, хотя на интернете очень часто ошибочную информацию называют его святой Ефразий. Он не был святым, он был епископом Поречкин в VI веке. На основании церкви святого Мавра из III века он построил здесь целый комплекс, который состоит из четырёх частей. Прежде всего, это Афри-базильники, через которые проходим. Затем Баптистерия или Кристильная. Это восьмиугольное сооружение, одно из самых старых в Европе. Если церковь была в VI веке построена, то Баптистерия или Кристильная того раньше, в IV веке. Восьмиугольное сооружение, в котором находится Кристильный колодец. Кристильная, которая, я сказала, была построена в IV веке, раньше, чем сама церковь. И вот здесь, в этом Кристильном колодец, как и на Хавасском, Кристильный Тенец, проходил обряд крещений. Значит, сейчас вы можете, кто идёт, на колокольник подняться, пофотографировать. И потом по стрелочке через Епископский дворец, через мозаики выйти в церковь. Время идёт, поэтому вы постарайтесь, чтобы ещё хотя бы вам 5-10 минут вдоль набережной пофотографировать здание, построенное в стиле. Хорошо, может, у тебя остался, слушайте. Можно здесь залезть? Можно здесь залезть? Можно здесь залезть. И пункт. И тут город. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...